Примерно пару человек, наверное, у нас в регионе, потому что, ну, вот ранее я не видел этот коллектив, нигде, вот на матчах, там, Канада Капа и так далее. Тэг я этот тоже не знаю, и, ну, как бы, игроков этих я тоже никогда не слышал, бразильцев. А тут прям мой инвайт и достойный адолт, в принципе, вот группы 8-1 и победа уже в первой карте полуфинала плей-оффа. Вот тэг никто не знает, но зато как звучит SG и спорт, как-то более официально. Ну да, красиво, серьёзно. Угу, цивильненько. Феймос, попытаются сейчас вернуть равновесие в эту серию, и всё-таки по линиям. Мне очень интересно, что здесь будет. Вива ля Перу. Ну что там, есть Санстрайк, понимает инвокер, что смоки поражали, и вот, собственно, есть телепорт для того, чтобы быстренько всё это дело пресечь. И там у нас земель прямо так вот на Роллинг Болдере выехал, чтобы совсем не дать времени андайангу для установки варда. Ну и, в принципе, он с этим справился. Андайанг кварт не поставил, и теперь позицию выбрать такую самую лучшую будет сложно. И всё-таки, обратив внимание, Сларк в мидл отправится в Джиггернаут с Рубиком, будут стоять снизу, а Винга, всё правильно, кор-герой, с андайангом попытаются потерпеть против трёх персонаж с соперником. Но не всегда их там будет трое, очевидно, что либо Даззл, либо Эрспирит, какие-то перемещения периодически будут совершать, а вообще мы видим Даззл вниз. Сейчас свой взор обратил, и 2-1-2 из той, с другой стороны, было бы интересно наблюдать. Не знаю, на самом-то деле, вот Сларк мид против Инвокера, ну, лучше уж Джаггер пускай там потерпит, плюс у него будет, как бы, в случае чего защита какая-то, нападение в виде Блэйдфюри паунсом как бы уйти, будет не так просто, как Джиггернаут, а просто раскрутиться. И, в принципе, Сларку лучше бы пофармить было, в плане того, что Джиггернаут, ну, там, не дофармил, мог бы там с условным слэшем какие-то фраги делать, а вот Сларк вряд ли такой сможет оформить. Потому что я не знаю, почему так. Сларк все-таки больше от вещей зависит, в плане нанесения урона, да и вообще своей полезности. С другой стороны, и того, и другого крайне тяжело в миде убивать, особенно с такой связкой саппортов, ну, наверное, может не хватить. У того, и другого есть прекрасный эскейбл, и Фьюри так вообще способность одна из лучших. Смотри, у нас тут аркировочка от команд, они тут в центре, в итоге в пятером оказались, и так вот перемещаются по линии. Ну, потому что увидели Вивера снизу, и, соответственно, не хочется стоять Джиггернауту и как-то терпеть против рейнджей. Отправляется он просто стоять против Кентавра. Хотя и против того, наверное, терпеть придется. Все-таки Кентавр способен гонять Джиггернаута, слишком много у него здоровья. И периодически Double Age он будет ему выписывать. Да, тут пытался у нас найти вард Рубик, но поставили так очень близко к своей базе. Ну, когда же не к базе, а очень близко к своей линии у нас SG на своей территории, так что центре не дотягивается до этого апса. Там все земелье уже въезжает в Рубена, есть или КНС, откинул, ну и уйдет, уйдет Рубик. При этом особо-то ХП и не потеряет он здесь. Конечно, уйдет, телепорт тем временем вниз от Кентавра, теперь SG решили поменяться. Все-таки хотят они испортить жизнь основательно Джиггернауту и ТП пошло от Дазла. Знаешь, видел такой матч, когда вот команды были такие упертые, что ли. Они линиями свапались 8 раз. Очень долго команды как бы не сдавались, не сдавались. И ждали, ну, кому же это надоест первым. Ну, посмотрим, будет ли таким заниматься. Ну, здесь SG это надоело сразу же, а вот Infamous, наверное, теперь не будут ничего делать. Нет, он знает, там Джиггер как бы сейчас еще не добрался. А, нет, у него телепорт уже имеется. Ну, да, он просто решил не уходить. Возможно, нет у него ТПшки, он не приходил еще до Ашопа. Но решил пока постою, окей. Беда в том, что там три кора, которым нужны деньги. Это не коры, а инициаторы, как Кентавр, там, Акс и так далее, которым Даггер купил. Это уже, в принципе, сильная боевая единица. Здесь же Винга, наверное, будет в меньшей степени фармить. Джиггернаут все-таки приходит вниз. А мне теперь придется, да, уже раскручивать потау. На самом-то деле, знаешь, тут кора такие не особо-то и жадные. Но он Сларк с такими базовыми артефактами уже весьма боевой. Джиггернаут тоже такой боевитый товарищ. Ну, имея малый запас по артефактам Дайвинга из того же числа героев. Так что здесь есть санстрайк по Рубику, но тот отпивается. И Кингерди нужно самому теперь отсюда отступать. Да, кажется, есть минус в том, что вот лишил он Шрайна, допустим, Старка. Если его там пробьют, то придется регениться под Шрайн базовый, который на базе находится точнее. А там он земель куда-то поехал, просто мимо проезжал. А, у него просто был Аркейн Рунал, решил, что ну так будет рентабельно. Окей. Ну да, зато быстрее доберется до верхней линии. И попытаются ребята втроем здесь погонять Вингу вместе с андайвингом. Вивер много урона получает. Ну, а там же куча этого левела, ему довольно неприятно. Он решил, что... Конечно, и можно убивать эту Вингу очень награде. Чуть ли не в соло фраг, но сам при этом погибает. Ну, смерть Вивера здесь будет позначимене же. Смерть Винги, да, Винга, как бы Кор здесь выступает, но все же. Кор поменьше уезжи в фоне таких вот. ДПСеров, нежели у Инфеймос. У Инфеймос есть запасной вариант. Не нафармит один, нафармит второй. Не нафармит второй, нафармит третий. А там есть только Вивер, ну и Инвокер. Как дополнение. Все-таки в самом-самом глубоком лите, наверное, Инфеймос предпочтительнее будет немного смотреться. Не верю я, что Инвокер может здесь трех Коров осилить. Ну, два Кора, в принципе, милишные, а Инвокер вот на 25-м с этим Торнадо в 9 секунд. Я такой вот видел, в том самом матче, который длился 90 минут. Так что, кто знает, эти Торнадо могут сейчас, ну не сейчас, а потом, очень многое зарешать. Что Рубика может зарешать Джаггернаут, просто соло убить Тауу, но тот прожимает Стан и Джаггернаут хотя бы прогнал Кентавра. На данном году реалит он его левел. Пытались Рубика поймать, убить, вроде подспил его земелья, но по итогу Рубик ушел, снова откинул его телекинезом. Земелья пока вообще на своей волне, он где-то бегает, прыгает, летает, перекатывается, ну все у него хорошо. Решила ему? Так, там въезжает, неплохо Стан залетает, и Меланхоль, близок к смерти, Жук на нем, и еще и Крейв на Ривера для подсейва. А может быть, даже 5-ти хребов много? Нет. Ну, 8 стиков, 8 стиков у Гандаинга, и вряд ли бы его осилили, учитывая то, что у него 1000 хп плюс Ферри Файер сверху имелся. В принципе, да. Там снизу, снова атака на Тауу, Стан, увы, Стан Блэйд Фьюри не работает, кто бы мог подумать. Телекинез, и это минус Кентавр. Да, я тоже слышал, что не работает Стан Блэйд Фьюри. Кстати, почему он стал его прожимать, все-таки мог подождать буквально еще пару секунд, дать и просто точно так же, как в прошлый раз уйти. В итоге погибает, 3-2 счет. Ошибочка небольшая, которая приводит к гибели. Этого героя тратится телепорт и моментально возвращается Тауа, получает свой 6-й левел. Получит 6-й, тогда поприятнее будет. Как малое хп осталось у Сларка, там порядка 30 хитпоинтов у него было, он подходит под базу, регенит на шрайне и уже готов возвращаться на линию. И на самом-то деле он не так сильно и отстал, в плане... Да, тоже хотел бы это рассказать. Практически не отстает он от инвокера. Но есть у него талон, так что он леса там еще подфармливает. Но в любом случае, как линия против инвокер достойная. Единственная проблема в том, что он по левелу отстает уже на один уровень. Млокер уже 6-го, Сларк пока только 5-го. Вообще, что там по левелам, как дела обстоят? Гивер также левел 6. Команды... Так, там выезжает земельная у нас на верхнюю линию, там пошел по Меланхолис, Санстрайк сверху и в таверну Винга уже в третий раз справляется. Ну и в Удоту тоже здесь гонят. Ну, снова 1000 хп Ван Дайнга, 10 стиков и Фэйри Фаер. То есть ничего не изменилось. Ничего не изменилось, да? Да. Абсолютно. Время идет, ничего не меняется. Там ТП-шки, ребят, у них нет. Мы когда-нибудь там и увидим, чтобы у него не было 10 стиков Фэйри Фаера и его убили, наконец. 3-3 счет. Пока интересная дота у нас пока. Там в центре у нас агрессия. Нападение на инвокера, да, но... Ну, неудачное. Ну, и Кингер Ди уже был готов. Если раньше он просто прыгал-бегал, то сейчас это делает с пользой. Там убил на топе. Дважды причем сейчас. Спугнул оппонента, чтобы засеять его. Там у нас пытаются теперь отомстить, наконец, и Венга. А вот Даззл, ты видел, какие тычки по этому Даззлу прилетали? Я видел, я это смотрел. Вон Дайнга сотка практически урона с руки. Здесь еще и минус армор вкачан, и стан третьего левела. Очень больно здесь было Даззлу. Да, и этот тоже не стоит забывать. Так, там не хочет доджить. Окей, дикейпл сюда сверху, раз не хочешь. Там 10 стиков, как жил, больно. Это сейчас было на тоненького. Кстати, там у нас выход планируется. Там выход на Тава точно должен быть. И Тава снова погибнет. Тут хоть стан, хоть не стан. Ну давай, ждут, что такое Дота? Так нечестно, почему он крутится, а? Что за читы? Несправедливо решил Кентавр и снова в таверну. И она только снова погибает, Меланхолия. Зеркальный абсолютно. У меня дежавю какой-то три раза. Три раза мы видим одно и то же. По-моему, здесь их убили. Ну, в смысле, три раза Кентавра. И было здесь то же самое. Как-то у нас хардленеры решили. Даже не хардленеры. Венгард тут не в роли хардера выступает, а в роли такого героя, который умирает в харде. Ой, Андрей, а там со страйк. Вот, работает. Наконец-то, стан работает. Он не крутится. Перестал это делать. Знаешь, поговорка, крутится, ну, крутится живет по джиггернауту. Вот не крутится, не живет. Все справедливо, все работает. Да, да. И Веншфул Спирит. Вот посмотрите, что он творит. Он, видимо, снова хочет погибнуть, потому что земелья, он как бы рядом. И он, если что, готов. Земелья где-то здесь. Смотри, сейчас будет то же самое. Кто-то из них умрет сейчас опять из Infamous. Но там сейчас нет 10 стиков, там только 2. Ну, будет 5, допустим, 6. Ну, зато DKF 16 уже, а не 12. 20 DKF. Ну, 1200 HP, но Sun Strike, благо имеется. Ну и Венгам. Это я это уже видел. Трижды ты это уже видел. Ну, она уже пятый раз умерла. Так что чуть больше. Похоже. Просто на репите такое чувство, что пустили. Мы повтор одного и того же момента уже четвертый раз наблюдаем. Забавно, конечно, выглядит. Может быть, когда настолько часто это происходит, стоит как-то поменять вообще? Да, нет. Бред какую-то. Расстановку, либо поаккуратнее стоять. Нормально. И так зайдем. Может быть, вард какой-то придумать. Ну, блин, достаточно слишком сложно. Можно просто идти на линию, умереть, 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 еще раз умереть. Ну, одно дело, если бы вы выигрывали 1-0. Ну, кстати, это тоже верно. Это дело верно today. Справедливо. Да, а когда вы проигрывали, ни в коем случае, наверное, умирать так много не нужно. Инвокер и Вивер у нас по итогу первую и третью строчку занимают. Знаешь, это очень хитрая стратегия. Вот у нас три кора у команды. Винга сейчас фидит, а потом кто-то из коров Джиггернаута либо Сларка этот стрик собьет и подымет голды. То есть тактика фида и фарма. Гениально? Гениально. Безотказная тактика. Да. Она. Это она. Ну, и теперь Даззл снизу готов помогать, если что. Таво, если тут снова будет станы давать в Блэйд Фьюри. Теперь-то можно кинуть Грейв и прождать полностью Блэйд Фьюри. И только потом дать стан. Гениально. Да. Так и есть. Как там, кстати, дела у Сларка обстоят? Мы до него давно не смотрели. Он там леса фармит. Он со своим талоном ушел туда. Напад фарм. У него 300 нетворца. В принципе, ну, инвокер на тысячу. Его переформил, но не так уж и много на самом-то деле. Там говорят, на топе Винга снова умирает. В этот раз эта ситуация не похожа. На предыдущий просто потому, что инвокер пришел с другого просто места. До этого он так прыгал, в этот раз прыгнул вот так. Тем не менее, какая там уже смерть? Тут еще была разница в том, что она ТП кастовала. Просто же такого не было. Так что что-то доизменилось. Скоро вот Винга подберет ключик к тому, как выжить на этой линии. Или, может быть, просто перестанет сюда приходить. Кто знает. Это как в том фильме с Томом Крузом, да? Когда он умирал. Дельсурка? А, ну. Нет, нет, нет. Дельсурка тоже. Я не помню, как он там называется. Но ты понял, про какой фильм я говорил. Я понял, но тоже название не вспомню. Где он тоже миллион раз умирал. До тех пор, пока не нашел, так скажем, решение. Инвокер тоже в леса смещается. Мидас у него есть. Его фарм также увеличивается в разы. У Сларка такого не имеется. Ой-ой-ой-ой. Там снизу, да, катагрессия понесла? Там Санстрайк просто по Сларку прилетел. Тот чуть не погиб. Я увидел еще смог. Подумал, что это чужие герои пропекают рядом. Но нет, это были свои. И выход, может быть, на Инвокера какой-то планируется. Потому что Рубик по-прежнему в смоках. Просто зайти в спину и Джиггернаут с ним, если что, разделается. Но нет, Инвокер. Инвокер показывает, как нужно играть, чтобы тебя не убивали. На заметку в Меланхоле. Тем временем снизу Тир-1 вышка падает благодаря Виверу, Даззлу. Да, в центре тоже падает. Вот, Ласхиту, Ласхиту, рабочий, давай. Да, красиво. Кстати, еще дабл дэмэдж руна для Сларка. У него имеется ботл, так что можно будет в полусражении ее поражать. Может быть, стоит, наверное, им на топ сходить? Слишком их там много или нет? Почему бы и нет? Нет, продолжает фармить леса. Скоро получит 11-й левел. Вивера тоже крайне тяжело теперь прогнать с линии. И теперь команда SG прожимает смок. Возможно, свою какую-то вылазку придумает. Опять же, можно сходить на топ Инвокер. В любом случае, поможет Санстрайкам. Земеля там, и об этом не факт, что знают Инфеймос. Какой-то эффект неожиданности есть. Но они будут удивлены, когда увидят 5 героев соперника на верхней линии. Там плюс еще блинка не имеется у Таву. До блинка еще нужно подформить 5 сотен. Так что, пожалуй, не стоит этот Тавер дефать. Мы решили выезжать. Вот на стопиде врываются под Сайлос, на Бенджаза. Есть Сва, Бенджаза не убивают. Есть на него Солури под Севели. В принципе, неплохо. ТП от Меланхолия. Но он не уходит. Есть Алькина Спа, Кентавру Кент в Таверну. Ну и Дикей залетает, есть под хил. Но в целом-то не особо удачность получилась для SG. Хотя в это время сплитпушит Инвокер. Так что он, возможно, Тавер в размен сможет уронить. И получится, что плюс-минус равно. Допушил? В принципе, да. Ну и опять же, хотелось я сказать, что потеряли те и другие корт-герои. Но ты смотришь на эту Венжи Филл Спирит и как-то язык не поворачивается. Ее таковой назвать. 0-7, напомню, счет. Там есть, смотри. А, Иннистрайк есть. Там урон, но не хватает. Да, залетал от Тевтеля. Но, увы, чуть-чуть не дожег Инвокер здесь Ларка. Санстрайк, увы, не был сейчас использован. Маны не хватило. Чтобы это все заинзать. А, и попытка санстрайка может быть какая-то, но как бы Сларка санстрайком убивать невозможно. Он уже отрегенился. А попытку на Вивера мы когда-нибудь придумаем? Все-таки Вивер... Ну, как бы да, Вивер фамит, но все-таки коров у Инфеймаста больше. И можно... Уже столько же. Ну, плюс-минус. Нападение, наконец-то, на Вивера. Сразу же таймлэпс. И вот оно, маленькое количество дизейблов. Была бы Венга со станом, шансы бы, конечно, повышались. Но без нее крайне тяжело будет его убить. Какой бы силы Сларк там ни было. И сколько бы он урона за секунду не выдавал. Ну, Эббис Лоу у Сларка появится. Может, он так же будет у Жигернаута. Минут через 30, да? Ну, плюс-минус. Сначала контроль будет. А как бы потом от этого спасать Вивера будет крайне сложно. А это как бы такой один фейсер. Главное до этого всего дожить. Все-таки Кентавра Даггер вот-вот. Он его купит. И могут просто начать в пятером бегать. 5 на 5 драки пока у Инфеймаста абсолютно не смотрятся. Да, есть... Хотелось сказать, что есть Томба, но ее тоже нет. И масс-файты, по сути, СГ и Спорт сейчас должны выигрывать вообще без труда. Я понимаю, что он не слэш, это все хорошо, но одного его не хватит. Винга пока просто больше на крипа похожа, который стан периодически кидает. И, в принципе, все. Бить она не бьет. Стан плюс Wave of Terror и все. Это печально. Очень печально. Винга пятая с конца по Нетворсу. Ну и что, смок и погнали. Да, блинг есть. Готовы выезжать его реализовывать. У нас SGE Sports. Но, правда, вроде бы они сейчас не направляются в сторону, где могут найти для себя кого-то. Ну, а кроме Винги, но Винга такое. Я думаю, они хотят больше. Вингу уже не интересно убивать. Уже наубивали Вингу. Ну, это минус Винга. Но, видимо, убьют ее в очередной раз. Восьмая смерть. Как же грустно. Ну, в Удоту, куда поцепить, не точно ли с фармой. Он ушел уже под вышку. Пойдут, пойдут за ним до конца. Он абсолютно здесь беззащитен. Никого больше поблизости нет. Это должен быть очередной фраг для команды SGE Sports. Даблкил для инвокера. И теперь и Тир-2. Вышка тоже беззащитна. В Пятером-то они, конечно, ее осилят. Ну, это был Space Creating. Там фармил Джиггернаут, фармил Старк. Ну, назовем это так. Оправдаем эти смерти. Герои команды InFamous. Ой, не знаю. Почему Винга все-таки еще и первым пиком, еще и в качестве кора? Я не могу найти ответ на этот вопрос. Может быть, не ожидали, что так красиво. Нашел у нас инвокера Сларк. Пытается у него вгрызться. Есть Центря, так что инвест не поможет. А, конечно, Центря очень крутость тебя получит по итогу. Инвокер не погибает. Да ладно. Сайпэдболк выживет. А там Рубик Шикучий и Шикучий, да, красиво. Конечно, догонит. Вот это было круто. Полезный спел своровал у Вивера. Ну, Вивер вообще такой герой, у которого ты в любом случае воруешь. Что-то полезное. Помнишь тот момент, когда пытались убить у нас через Телькинесса? Он в тот момент еще украл Шикучий. То есть, наконец-таки они окупились. Плюс это Сентря. Реализация. Да. И Сентря, кстати, это было поставлено для того, чтобы убить Вивера. Так что фраг все-таки здесь нашли. А все выезжают. В Холле говорят, в девятый раз хочет погибать. Вполне. Почему бы и нет. Можете это позволить. На самом деле, он дебаф от Vision Full Hour вешает. Если что. Именно с этой целью он... Где он денег на Доминатор наворовал? Ну... У него 72 крипа. Если что. Серьезно. Я просто уже давно смотрю за Нетворсами, и там действительно 72 крипа. Откуда они вообще взяты? Ну, во времена того, когда он не в таверне, он фармит крипов. Такое чувство, что он их в таверне убивает, реально. Рубик жук. Снова украл Шикучий. Весьма полезная, конечно, способность для Рубика. Какую-то там инициацию можно использовать. Так, у нас там какая-то сбор. Около шрайна. Если ли подригенится, смоки имеются. Так что, похоже, будет еще и вылазка после того, как выпьют. Или нет? Нет, не захотели этого делать. По крайней мере, пока, возможно, соберутся... Еще осторожничают. Они знают, кого можно убивать, сколько можно убивать. А вот так, чтобы основательно влезать в драку, наверное, СГ пока не хотят. У них и так все получается. Много вышек снесли. На топе сейчас тоже можно подпушить. Так, действительно, констуют у нас на Вивера. Его могут тут подспить из просветка. Есть там Пида, пытается он уйти. И снова не хватает контроля. Ну, уже вроде бы все неплохо после Лапса. Ну, его и нет в том-то и дело. Тем временем, Сларк, нападение на Инвокера. И он сейчас, наверное, удивится, когда четырех еще героев встретят. Моментально его здесь отправляют отдыхать. И очередная вышка. И минус Сларк. И можно пойти и на Тир-2. А почему нет? Кому драться? В том бы нет по-прежнему. Она, конечно, здесь не настолько круто смотрится. Ну, и вообще, Undying сам по себе здесь плохо смотрится. То есть, тоже герой просто существует. Все, что мы видели пока, к сожалению, только Дикей. Но в Меланхоле вот где он деньги берет. Вот таким образом. В этот раз пошел в Соло. Спушил Тир-1 снизу. Но, в свою очередь, Т-2 потеряли. Эх! Последняя вышка осталась. Отстань, земелья! Ну, понятно, не тратят здесь Бултер Смэш. Чтобы ТП сбить лучше чего. Но и Меланхоле в 10 раз в таверну. Не, ну, в принципе, тут он Тавер спушил. Так что, вот, эта смерть была эффективной. Да, да. Наконец-то. Одна из 10 была эффективной. Знаешь, плюс еще в чем? То есть, смотри, вроде бы счет 7-14. Вроде бы SG, ну, в 2 раза ведут по фрагам. Но, по факту, из этих 14 фрагов было 10 сделано на ринге. И, то есть, они убили всего 4 раза, ну, остальных героев команды. Вот раз убили Джаггернаут, раз убили Сларка. То есть, нормально, Infamous ведут 7-4, да? Ну, не ведут они 7-4, но, как бы, коры живут, фармят. И у Джаггера, смотри, уже десятка. Он даже инвокер с Медасом уже почти догнал. Вивера он уже опередил. И Сларк 8-200. С автодели не так уж плохо всего, Infamous. Да, всего лишь 4000 преимущества. Вдх, Харшан падает. Там ДД, там Медалька. И мы соборами не домашьим. Просто Рошан расцветил. А ведь SG-то не ожидали, наверное, этого? Такой наглости. Как команда соперника была зажата. Ну, знаешь, там их график, как бы, 4000 всего. Ну, да. Ну, зажатостью тоже называть сложно, потому что Винга у нас вил, где умирала, сколько раз. Она наглела, она наглела. Да, да, это приносило свои плоды, погибала за это. Но так, чтобы подраться, пока Infamous тоже не способна, наверное, 5 на 5. Я хочу уже какую-то массовую драку, пока все фраги, они были путем гангов заработаны. Знаешь, так обидно. Отчасти получается, земелья потеет, 2-0-9, все дела. И он отворс ниже, чем у Винги, которая уже умерла 10 раз. Это очень обидно, конечно. Ну, я же, я же убиваю, как она. Ну, я же убиваю, как она так, да. Да, кстати, там у Рубика Мидас был куплен, и еще и Талант на 60 голды решил быть богатым Рубеном. Ну, посмотрим, успеет ли это все окупиться. Ну, вроде бы как игра у нас не близится к концу. Конечно, не близится. Задача какая у нас? Затянуть игру. Почему? Потому что есть три кора, три керри. А я за это время, благодаря Мидасу, благодаря Таланту, накоплю так же много денег. Все, опять у меня вот вопросы к билдам. То есть у нас Кентавр снова играет без быстрой покупки Аганима. Вот снова Кримсон. Ну, хотя ладно, тут, в принципе, более-менее оправданно. Тут три физдплейсера, конечно. Это да. Еще нормально это смотрится. Ну, все равно, знаешь, Кримсон впитает меньше урона. Заблокирует меньше урона, нежели прожать Аганимный Стампид. Так что хз, хз. Ревивер, покупайте Велинку. Теперь его стало поймать еще сложнее. Но, в самом-то деле, он себе ДПС так-то не увеличивает. У него урона там всего 180. Но все равно приличные цифры он выдает. То есть рано или поздно доберется до айтемов. У Сларка там уже по 200 урона. Ну, ладно, 150 у Сларка пока у Сларка. Но, понятное дело, он всегда там будет в замесе, ну, как минимум, 10 зарядов шифта иметь, как правило. Да и плюс-то Винга будет еще рядом находиться с тиммейтами, которая пробафает своей аурой. Возможно, Волка еще найдет доминаторного. Так что урона там очень много безушного у Инфеймус. Ну и, наверное, Инфеймус стоит попытаться хотя бы раз как-то реализовать. Аегис, ну, просто попробовать выйти куда-нибудь, загангать опять же, отомстить за беднягу Меланхоли. 12-го левела Ауру пока не максил. На единичку она вкачана. И по-прежнему просто все сплитпушат, все фармят абсолютно по всей карте. Странная, странная дота последние 5-7 минут у нас. И вот только сейчас HG Sport подходит в последние вышки. Когда Винга умирает 10 раз там за... Это нормально. Это нормально. А сейчас странная дота, то есть команда играет с айвом. Какая-то странная дота у нас началась, да? Ну, мне кажется, все-таки, когда у тебя есть преимущество, стоит, наверное, попытаться что-то сделать и подраться. Ну, в смысле? Либо это с одной стороны. Или ты про Егис? Ну, я про Егис сейчас. Ты можешь попытаться хотя бы выйти куда-то. Так, смотри, у нас уфи кентавром. Тау выгрызаются. Стампида пока не прожимается от кентавра. Ну, и решил Сларк отступить. Неблагая драка получилась. Намечалась, не наметилась. Бывает. Там, кстати, Сентря. Может сейчас наступиться. У нас Сларк наступил на Сентрю. Выгрызается. В итоге здесь у нас Дазла. И должен, должен здесь... Грейв, грейв, грейв. Пора прожимать. Станк пошел. В инвентаре. Пойдут ли до конца Дазла откидываются. А Земель потратил уже свой рулинг болт, так что никуда не уходит. И погибает. У нас Земель первый раз в этом матче. Зато Дазл ушел. Уже неплохо. Ну, Земель подороже Дазла. Так что все-таки лучше бы Земель выжил, нежели Дазл. Будь у Дазла телепорт до этого, он бы, наверное, сам улетал. Но его не было, к сожалению. Там все слоты были забиты. Тем не менее, сейчас минус один. Сранься. Паворина Грейва это успеть все заюзать и уйти. Ну, он ушел просто на тапках. Ну, ушел он только из-за того, что Земель его спас. Так бы он никуда не ушел. Естественно, безусловно. Я даже не спорю с этим. И вот сейчас был минус один герой у SG. И Infamous все-таки тоже пока ничего после этого не сделали. Я все жду реализации Егиса. Я вообще два дня спрятал Доту, где Аегис пропадал постоянно. Его никогда не реализовал никто. Я все жду, может быть, южноамериканцы покажут, как это делается. Не, на самом деле я не видел таких матчей, где с Аегисом просто взяли и пошли фармить. Всегда были какие-то драки. Ну, кстати, вот как ты думаешь, по поводу выбора артефакта Invoker, он решил купить себе Octarin Core. На самом деле, Хекс бы тут не помешал, учитывая количество этих коров. Ну, а он решил вакторизовать. Хекс всегда хорош, ну и аганима у него тоже нет. Аганима у него есть. Он его просто врать засунул, подвигинился. Что же касается, ну не знаю, Хекс нужен, Хекс нужен, соответственно, Джаггернаута ловить нужно, Сларка ловить нужно. Дизейблы вроде как есть у СД, но их также немного. Есть там Кентавра, есть Орспирит, ну и в принципе сам инвокер. Этого тоже может не хватить. То есть тебе нужно выключать все-таки трех кор-героев, и этих ресурсов, очевидно, недостаточно. Ну да. Это в стиле габлока, любитель у нас доты, без большого количества дизейблов. Да. Есть такое дело. Он одобряет. Ну, кто знает, кто знает. Надо у него уточнить. Как дела у Вивера? Вивер. Решил купить о Маулстром. Угу. Ну, наверное, неплохо. Я вообще, у меня такое предположение есть, что Вивер максимум еще один раз умрет в этой игре. Куда он пока слишком неуязвимый. Он вообще умирал. Да, умирал один раз на топе, когда разменивался там СВС и умер в итоге от Undying. Undying, мне кажется, с каждой минутой все бесполезнее и бесполезнее становится. У него, конечно, Мека там на подходе. Во-первых, у него Солрип имеется, который, ну, очень жестко хирит. Плюс у него скоро будет Мека, а потом Гривсы, и он будет крайне полезен. Да, и, в принципе, Флэш Голем тоже весьма полезен. В плане того, что урона будет вписывать в замесе много. Undying быстро не завкусить, и он будет хорошо так дебафать. Ну, это все до тех пор, пока Вивер в спину к нему не прибежит и три удара не нанесет. Ну, Вивер, смотри, он без урона. То есть, Маулстромом он не выжит быстро его. А, вот и сколько там уже у Undying АКП? Вот он без ДК. Ну, ладно, там 8 ДК, у него тысяча... Все вопрос времени, понимаешь? Это только 25-ая минута, еще минут 10. Если будет Вивер бить суппорта Undying, его будут бить Трикора. Ну, хорошо. Такой вопрос тебе задам. На кого ты ставишь вот прямо сейчас, если бы тебе задали такой вопрос? Ну, не знаю, пока мне как-то больше верится в победу Infamous, нежно в победу SG, если честно. Потому что вот игра затягивается, а шансы, как по мне, на победу Infamous все растут и растут. Ну, дай бог, чтобы было так, чтобы у нас команды три карты сыграли и выясняли отношения уже в последней. Сейчас SG Sports, возможно, на них давит как-то вот эта победа эмоциональная в том плане, что можно как-то по сейвове играть, подстраховаться, если что. И они понимают, что поражение-то не похоронит их шансы в серии. Infamous же, напротив, любая ошибка может похоронить их шансы, соответственно, на выход в финал генеров. Еще один вот плюс в плане того, что игра у нас затягивается, это то, что Рубик с Медасом имел талант на 60 голды, а Undying без Медаса, но у него талант на 90 голды вкачан. То есть суппорты здесь явно не будут бомжевать, и артефакты у них будут появляться. И плюс 3кора, то есть они не воровывают своих коров, что фармить, просто голда капает потихоньку, 3кора фармит, ну и великие шансы на победу именно в лейте. Всегда из наших рассуждений можно сказать, что SGA Sports нужно что-то придумывать, начинать уже делать, чтобы не затягивать игру в очень глубокий лейт. Нет, понятно, что там Миндвокер, как бы 25 уровня, с рефрешером, как-то начнет делать все эти свои грязные дела. Ой, тут смоки спалил, а Сларк бежать! И Сайленс есть. Да, выбрался, выбрался он отсюда. Но там есть блинки, пытается его провожать, Сларк пытается жить, есть у него, в принципе, арпак. Но, увы, все-таки подловили, все-таки подловили. Ну, приговорили, понаглел. Пытался он уйти, но, увы. Ну да, слишком нагло это было. Слишком опровечивое абсолютно решение. Ну и теперь вот они как раз-таки шансы, 60 секунд не будет Сларка, байбэк у него, его нет. И можно попытаться зайти на хайграунд. В принципе, героев, которые прям круто отпушивают, абсолютно нету инфеймос. Да, там, знаешь, наследили пуш, не такой же сильный. Ну да, под Лакрити Вивер как бы неплохо настреливает, но в целом-то Тавар падает. Ну да, Лакрити, это Форжи, это сам Вивер и... Ну, хотя, вроде, да, нормально, пуш получается. Ну что, на вас пойдет. Ну и Водя почему-то не бьет, вот только так. Сейчас добили, и еще есть 20 секунд, и это время как раз-таки для Барака. Ну, до этого можно убить Шевенгу. Подцепили Мелангколи в Таверну. В 11 раз. Год лайк, в 11 раз умирает Веншфол Спирит, Джиггернаут. Ну, Вивер пока занят именно уничтожением Барака, он с этой целью справляется и отойдут. Сжи Спортс развели на байбэк, снесли сторону. Отлично сыграно. Да, в целом, неплохо. Смогли они реализовать убийство Сларка. Ну да, кажется, Пал, у нас Меличный Барак по центру, но все-таки центральная линия, минута 27 уже, и не самая большая проблема для команды СГ. У них вообще нет никаких, наверное, проблем, кроме 0.11. Ну и то, с каждой минутой это все меньше и меньше проблемой выглядит. Венга, Доминатор, Медалька и ПТ. Вот, в принципе, и все. Там уже Башер готовый у нас от Джиггернаута. Кстати, левел у него уже 18-й. Ну, на самом-то деле, какой-то бы тимфайт увидеть от Enfamous. Да, я давно прошу уже файта от любой из команд просто хотя бы попытку его навязать, потому что больше, чем две смерти, по-моему, с одной из сторон мы не видели пока. Кого-то гангают, вторые, соответственно, драться после этого не хотят. Это все правильно, логично, но мы-то хотим зрелищные доты. Я надеюсь исключительно на это. В принципе, мы с тобой вряд ли поддерживаем какую-либо из команд, согласись. То есть, ну, я вообще не знаю людей, которые поддерживают какую-то команду или каких-то конкретных игроков в Южной Америке. Так что мы хотим именно действительно зрелищные доты, камбэков, разменов тронами, мега-крипов и чего-то подобного. И матчей на три часа. Нет. Нет, не хочется? Нет. А какой, интересно, по продолжительности матч в этом патче был рекордным? Что-то двухчасовое вообще было в официальных играх, даже не самого топового уровня? Да, два часа точно было. Ну, я сейчас не скажу, вот именно рекорд этого патча, но два часа явно было. Потому что тоже на скидку так не могу подобную игру вспомнить. Ну, я, в принципе, одну игру помню на полтора часа, которая была пару дней назад. Я ее хорошо помню. Хорошо, да? Я от нее еще не отошел на самом-то деле. Тебе повезло. Да, думаешь? Я ее потом в записи прокликал, я, видишь, спал уже. Прокликал, да? Еще в тот момент. Я посмотрел начало и концовку, и нормально. Я, наверное, тоже так бы поступил в этом матче, если честно. Но, увы, я так сделать не мог. Жаль, конечно, жаль. Ну, кстати, можно сломать шрайн. Он на вирусах сообразил, что... Точняк, можно. Мы же уронили ты тревышку. Ну, ломают. Ломают его. Да, потихоньку ломается он, и... И по-прежнему ничего Infamous пока не хотят делать. Просто фармим. Ждут в море погоды, ждут, когда... Выформят все ключевые персонажи. Но самое печальное, что они отстают. Ведь вот коров SG, и там преимущество... Ну, порядка 7000-8000, наверное, даже. Не очень много, но вполне прилично. Еще один неудачный файт, и это преимущество уже 1010-12 будет спокойно составлять. А вот Рошана просто так отдавать, конечно, не хочется. Infamous... Но они его отдают. Отдают его без шансов. Под волком поджекло быстро. Как же быстро. Ну, а там БКБ, готово у нас с Ларком. Да, там было ДД, там было Лакрити, и я посмотрел на цифры. Там еще с Логест есть. Порядка 7 соток урона было. Ну, да. Ну, что, мы готовы встречать у нас Infamous оппонентов БКБ. Вот, из свежего было куплено с Ларком. Но, в целом, все... Да, Ежи, Винга уходит, представляешь, а? Винга уходит. Я, причем, знаешь, я даже смотрел за этим эпизодом, и думаю, такой, ну, кого выберут, Вингу или Рубика. Есть же рядом Рубика, кого убить попроще. Тем не менее, нападают на Вингу, и потеряли-то обоих. Не, ну, знаешь, смотря на счет у Винги 0.11, мне кажется, он убил попроще как раз к Вингу. После Рубика выжил очень неплохо. Все, что было до 20-го минута, не считается. Викинэс пошел по миру, но там есть и Егис, его не убить. Так его просто не взять, Вивероса. Ну, так, кажется, на него вскрывается, но нет. Ну, как? It's impossible. Ну, тут его, в принципе, развлекают, чтобы не фармил. Ты видел вообще в этой игре обилку какую-то, кроме Шукоча у Рубика? Интересный вопрос. Я видел фармы у Рубика. Ну, точно, видите. Кроме Вивера? Нет, да, способности Вивера. Нет. Такого я не наблюдал у Рубена. Хейтер, просто хейтер. Забирает все у Вивера. Ну, и приблизились ко второй стороне, SG. Там пошел торнадо, подцепила Сларка. Ну, камень пошел. Камень неточный. Вивер пробивает вышечку. Стампида пошла. В Риват Кентавра по двум героям, в принципе, был. Сейчас у нас там Сайланс. Продолжен довольно-таки слабо. Ондайн прожимает у нас в итоге флэш-форму. Пошло нападение. Там мы поставили в минус Земеля. Пытается пробить у нас здесь еще и Вивера. Вивер у нас еще соедет. Сам подолагнешь. Отстреливать, в принципе, неплохо. Выгрызает у нас в таву. Заряжается от него Сларк. Ну, ой, Сларк у нас здесь уже неплохо нарезает. Но Вивер начинает с него фокусить. Вивер нарезает еще сильнее. Нужно бежать за другими. Бросить просто Сларка. И вингарх тут именно цель. Размяли очень солидно. Есть грэ на него. Тайланс его подращен. Ну, если Аегис, он ничего не боится. Будет он убивать еще и Андаинга сейчас. Можно догнать и Рубика. Никто не помешает, скорее всего. Смотри, там Рив пошел на инвокер. Инвокер запринковался. И тут Сларк очень заряженный. Не хватило урона по Рубику. И более-менее неплохо все закончилось для Инфеймус. Напасть на Сларка. Он подходит до Шрайна вроде как. Хорошая тормада. Нужно убивать Сларка. Нет. Ну, Шрайн был про юзом. Ну, безусловно, да. И земелья слишком рано, наверное, погиб. Ультимейт вообще не прожал. В принципе, да. Так, варю на Вудоту. Вудоту подцепили и это минус. Зачем он вышел так далеко? Какие закинуть? Полезно. Ну, весьма. Смотри, у нас Fight Recap. 15 тысяч урона от команды SG. 12 тысяч урона от команды Инфеймус. Неплохо. Неплохо. Так, подцепили у нас. Аегиса уже не имеется. Пытает привить у нас Вивера. Таймлапс у него уже откадешился. Так что в итоге он его кастует. И он снова фуловый. Байбэк у нас от Undying. Сларк пошел в бой. Сларк у нас все еще имеет кучу стакова. У него уже тридцатка. И это... Ну, ошибка в самом-то деле. Прочитать как сражаться. Но, походу, его убьют. Вивер убивает в очередной раз. И это минус 2 сразу же. Третий также погибает. Трипл килл от Вивера. И... Похоже, это на конец. Если, конечно, Джаггернаут. Здесь один всех не убьет. Но как же больно бьет этот Вивер. Можно забить сейчас на соперника. И просто ломать Бараки. Стан неплохой от Кентавра. Какое-то продолжение будет. Вот у него Крэй Вивера нет. Просто добить Бараки. Почему бы и нет? Ну, пытается размять. Но там все еще Крэй висит. И... Бен Джаз помчался за своим фрагом. Но погибает он. Вот сейчас должен погибнуть. Да, он погибает. Байбэк у него имеется. Погибает также у нас здесь еще и Винган. Два героя остаются в живых у команды Infamous. И теряют они вторую сторону. Смотри, я открываю второй файт рекапа. И снова 15 тысяч урона от команды SG. И 12 команды Infamous. То есть за этот файт вписано 30 тысяч урона. Было от SG. И 25 тысяч урона от Infamous. Этот файт каким-то бесконечным вообще выглядел. Он так долго длился. То есть Расперита убили. Он вернулся. Ультанул. И его еще раз убили. Было дело. Было. Как-то так. Но зато этот длительный файт позволил оторваться уже более чем на 15 тысяч команде SG. SG Sports. Ну, две торны пала. И байбеки были. Да, это печально. Очень грустно. Это видно и по Нетворцам ключевых корт-героев. Ну вот. Можно, да, уже проситься в аналитику официально. Угадал Вивера. И Вивер почти завез игру. Потому что он реально какой-то бессмертный. У него Тараска еще есть. Как убивать его, я не знаю. С трудом. 2800 хп. 2800. Ну да. Плюс таймлэпс. То есть потенциально это порядка 4, то и больше 1000 здоровья. И зато он показывает, как нужно Вудоту убивать. Раз, два, три, четыре, пять. И тампуй Вудоту. Все хочет зафармить здесь. Он пошел тут врыв у нас на Вивера. Нет. А дальше нет. Продолжение. Сто пида была вьюзана. Никакого хикса. Ничего абсолютно. Проблемный игрок. Ну, он, наверное, выиграет эту игру. Не сказать бы, конечно, что в одиночку. Но большую часть работы выполнил. Именно он. 18-1-5. 18-1-5. Сумасшедшая игра от него, конечно. Но соперник, безусловно, тоже не доигрывал. И, несмотря на то, что многие верят в Infamous, они верили изначально до матча в Infamous. Ну, опять же, как правильно сказалось, из-за того, что тег хотя бы известный. Они сейчас рискуют отправиться в лузера, не выиграв ни одной карты в плей-офф. Ну, по крайней мере, твое пожелание сбудется. У нас будет и матч в лузерах, и матч в венерах между бразильцами и перуанцами. Вот еще на попытку убить вивера, но как-то не получается в возде. Там у тайм-лапс будет еще и Грейв, в случае чего. Если вот и Грейв тайм-лапс одновременно не стоит этого делать. Ну, да ладно, не страшно. От греха подальше. Почему бы и нет? Там БКБ подальше, но у Сларка уже было. Так что без БКБ ему станет сразу в разы сложнее. От переводового платит больно. В очередной раз Меланхолии. В очередной раз он направляется в таверну. До этого убили еще и Андаинга. Это уже минус 2. Дальше убивает здесь Сларка или нет? Тот, нет. Уживает. Но вот Джаггернаут, конечно, выжить не сумеет. Минус 3. Даблкил очередной от вивера. 20 убийств он уже совершил. Ну, кстати, вот я увидел первый спелл. Конец. Не виверский. У Рубика у него там стамбит. Да, неплохо. Найс. Отлично. Отлично сыграна команда из GSports. Поздравляем их с выходом в финал верхней сетки. А Infamous попытаются реабилитироваться уже завтра, я так понимаю, у лузера. Ну да, потому что у нас следующий матч в краске будет Винера. Это у нас SGE Sports против... Субтитры сделал DimaTorzok